МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вызов. Отношение к своему я, как к центру вселенной. Футболки со странными надписями, валенки летом, чернильные надписи на трусах. Своим появлением свэг обязан таким парням, как Лил Би и Солдер Бой. Пару лет назад именно с их подачи понятие вышло далеко за пределы рэп-вселенной. Любой арт, не вписывающийся в объективные рамки, стали именовать словом свэг. В рекордно короткие сроки свэг обзавелся не только уймой поклонников, но и десятками брендов, гордо именующих свои творения этим словом. Суприм, Хаф, The Hundreds – марки, успешно использующие свэг для продажи своих вещей. Приверженцев этого стиля можно легко вычислить по их нескрываемому «я». Девушка в стиле свэг обожает шорты, сочетает их с короткими майками и футболками, носит бомперы и толстовки, не стесняется демонстрировать свои формы с помощью платьев в обтяг. В обуви ее выбор – кеды и грубые ботильоны. Ну или ролики к платью – это тоже свэг. Серьги кольцами, массивные цепи, очки Ray-Ban – непременный атрибут. Бейсболка. Много бейсболок. Ну и, конечно же, телефон, на который она фотографирует себя и выкладывает в Инстаграм. Парень такой чики фанатеет от носков с забавными рисунками, также неравнодушен к бомберам и кепкам, периодически скупает все забавные рубашки и пола в окрестных магазинах и старается быть sweet. Носит кеды, украшает себя массивными побрякушками и очень любит демонстрировать свое тело. Для того, чтобы прокачать свой личный свэг, нужно изучать разнообразные тумблеры, такие как «свэг-анималс», «everything you love to hate» и порядка сотни других. Пионеры этого стиля в России – группа «Кенникул». Через пару секунд узнаем про особенности русского свэга в 3D Lab. Мы на ArtPlay, это родня студию, и сегодня вечером здесь будет очень много народу. Ну а сейчас у нас есть возможность спокойно пообщаться с теми, кто задает волну сегодняшнего настроения. эта группа «Кенникул». «Миха». «Кенникул». «Саня». «Супер Саня». «Кенникул». 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 «Девчонки Аня и Настя». «Кенникул». 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 «Мне кажется, они часто не дают нам петь». «Мальчики взрывают мочевые». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». «Я бы хотел сделать официальное заявление, что девочки активно в работе, вообще все в порядке». «Девочек пузырен, жон-нон, жон-нон, надуваю». «Вы на новом тренде сегодня. Миха, расскажи о нем». «Это когда один рукав открыт, другой закрыт». «Это супер-край». «Это самая передовая вещь, самая вообще… Это Нью-Йорк». «Смотрите внимательно, как это делается». «Свэк, свэк, 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 свэк». «Свэк-вечеринка». «Свэк-вечеринка». «Вы все-таки считаете себя «свэк-гурлс» или у вас есть какой-то индивидуальный стиль». «Свэк тут неотъемлен». «А есть ли те девочки на Западе, может быть, которые вас вдохновляют и являются для вас примером?» «Кейси», «Риана», «Бейонсе», конечно. «Что это за девочки? Кто это?» «Немного гардероба». «Немного гардероба». «Много денег, много денег, много денег, много денег, Много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много денег. Сегодняшняя вечеринка принесет вам какие-то деньги или это делается для друзей? Это чистые бабки. Каникулы это капают с небес в наш чудо-бассейн, поэтому любой движняк бабки там капают. Сколько примерно стоит прийти на ваш концерт? Это стоит примерно на тысяч 20. Тебе нужно одеться, тебе нужно подучить свой акт, тебе нужно что-то вообще врубить. Мотэфаакки! Мотэфаакки! Есть ли специальные моменты, которые вы предусматриваете в течение дня, чтобы как-то подготовиться, настроиться? Я никогда не остыну! Слушаете ли вы какую-то специальную музыку? Так можно сдохнуть не в ночи и пропустить чудеса! Мы дышим воздухом свежим обязательно, дыхательная гимнастика и много овощей. На каждой вечеринке каникул шипучка. Есть ли место дополнительным стимулятором в вашей жизни для того, чтобы вы чувствовали себя на вайбе? Кузины в истерике! В качестве этого мы применяем исключительно музон. Если те люди, чья критика была бы вам очень приятна. Как мне вчера сказал Иисус, Кэшрус, 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 Кэшрус. Я это слушаю. Официально мы забыли сказать, официально Каникул дебют года, официально лучшая группа для корпоратива. Я на современной волне, я смело трогаю мир, оу, и он отвечает мне. Может, что-нибудь нам зафристайлить еще? Деньги копают с небес, пару бичиц на конец, на мотыгу на конец. Деньги копают с небес, как вода, как вода. Хассел это ворс, 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 хассела. Все, что есть у меня, это ответ на любой вопрос. Искус, твой скос, щит, кост, искус. У-у-у, парень, покажи мне свой флоу, ворс, или нахуй, гоу, 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 гоу. Если ты мне, бро, мы взрываем джо, кус, манк, бит, джозеф, 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 джо, джо, джо. Всем бичес, хэллоу, хэллоу. Каникул официально суперсаная. Миха, хангел. Супер, дупо, фла. Люси. Мы все здесь, Каникул для вас официально. Обожаю Ригу с ее узкими улочками и старинными домами. Впрочем, это далеко не все. В плане музыки она тоже может приятно удивить. Видимо, об этом же подумали ребята из группы Каста и записали с Густава, это, кстати, рэпер из Риги, совместный трек. О кросс-культурных особенностях речевой коммуникации и не только узнавала Лена Кулецкая. Широко известный рэпер в Латвии. Ну и, естественно, известный в России рэпер. Густав или Густаво. Некоторые говорят Густаво, так, по крайней мере, пишется на всех альбомах. Другие говорят Густав. И латыши, они так умягчают это все, и говорят густынч. Насколько быстро нужно уметь вообще говорить вот так вот, прям не сбиваясь, абсолютно четко декларируя, декламируя, и все, я уже сдалась, например. Это уже зависит от самой цели, что и кому ты хочешь рассказать. Очень наполненные тексты, они содержат много информации, то есть, которые очень быстро. А чувства в такой форме не передаются. Поэтому я как бы от этого начинаю отходить в другую форму, где меньше слов и больше можно вставить чувственность. При этом ты как-то работаешь над своей дикцией, над четкостью произношения? Ну, я думаю, что это происходит каждый раз, когда я записываю песню, и я слышу, что дикции нет, тогда я записываю еще раз, и еще раз, и еще раз. Вот в этом процессе эта дикция и развивается, лично у меня. Кто она, та публика, которой ты несешь свой месседж? Люди открытые, внутренне уже готовые к изменениям, и которые в музыке хотят слышать то, что им бы напоминало о каком-то внутреннем развитии, и музыка давала им уверенность делать эти шаги. Ну, я пытаюсь выйти на какой-то сердечный уровень, то есть, не тыкать просто пальцами в проблемы какие-то, а давать решение и давать надежду. Много лет назад твой дуэт с кастой был, ну, очень популярным. Вы продолжаете общаться, есть какие-то идеи на дальнейшее сотрудничество? Продолжаем общаться, мы видимся раз в 3-4 месяца. Он меня подталкивает регулярно на то, чтобы я писал, уже начал, уже давно писать тексты на русском. Вот этот процесс в данный момент начался, а что будет в будущем, я не знаю. Ты, кстати, следишь за тем, как реагирует интернет-сообщество, вообще публика на твои видео в интернете, сколько лайков тебе ставят в соцсетях, активен ты? Когда у нас идет проект к окончанию, и нужно рассказывать публике как-то о том, что мы сделали за последнее время, тогда я активен. А между этими процессами у меня как-то активность падает. Следишь ты, о, у меня добавилось 100 фолловеров, ура, ура, ура! Фолловеры добавляются все время, и, по-моему, они не знают, кого они фолловят. Потому что у меня очень много фолловеров, ну, например, в Твиттере, у которых нет еще ни одного Твиттера, и я долго думал, почему же так? И, видимо, я в каком-то нахожусь в топе, из-за чего они меня фолловят. Меня зовут Густаво, и вы смотрите Трэнди Лаб. Трэнди Лаб В следующей части Трэнди Лаб В представлении не нуждаются Группа Помпея о том, как живется и пишется И танцев много не бывает Тысячи направлений для поднятия настроения Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...